20 лет назад Андрей Дик пришел работать учителем физкультуры в Жаворонковскую школу. Из спортивного инвентаря было только несколько мячей. Один из них бережно хранит как раритет. Вот этот был мяч баскетбольный, он единственный, вот он остался, ему 20, наверное, больше 20 лет, на нем автограф есть даже. Сейчас в школе удобный стадион и современный спортивный зал. На счету местных футболистов десятки побед на играх. Все началось со сборной девочек 98-го года. Выступили на соревнованиях, загорелись и начали упорно тренироваться. Команда 2004 года подхватила эстафету и добилась успехов. С девочки команды 2004 года рождения, местная, жаворонская, полностью оставленные жаворонские дети, она, конечно, добилась очень больших успехов. Ну, если учесть, что она пять раз участвовала во всероссийском турнире «Кожаный мяч» победителя Московской области, они выиграли спартакиаду Московской области по мини-футболу. Многие из этой команды стали профессиональными игроками. Выступали за именитые футбольные клубы. Теперь занимаются наставничеством. Спортивную карьеру удалось сделать благодаря усердию и трудолюбию. Над этим тоже работали на тренировках, в перерывах между отработкой тактики и техники. В первую очередь, до 13-14 лет, это мое убеждение, я думаю, многие тренировки знают, это работа с мячом, закладывать технические элементы, где-то командные взаимодействия. Вот сейчас мы видели упражнения, мы давали командное взаимодействие, причем в маленьком количестве, 2-3 человека, чтобы они умели когда правильно открыться. Череда побед футболистов жаворонковской школы продолжается. Вика – участница первенства России, занимается этим видом спорта уже несколько лет. Когда я говорю друзьям своим, особенно в мужском виде, то они сначала удивляются такие типы, что девочка занимается футболом. Я говорю, да, я занимаюсь 6 лет футболом, в принципе. Это не так уж и трудно, если сразу начать понимать, не прогуливать тренировки и быть очень сильной и настойчивой. Не отстает и команда мальчишек. Совсем недавно в непростой схватке они выиграли первенство округа. Было у нас два матча. Первый был напряженный, сыграли в ничью 1-1. Второй матч был чуть-чуть полегче. Мы сначала пропустили, а потом отыгрались. На достигнутом останавливаться не собираются. Продолжают ежедневно тренироваться и совершенствовать свои навыки, чтобы продолжить пополнять копилку с победами футбольной команды жаворонковской школы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.